Здравствуйте, это программа подробностей, подробно о главных событиях в жизни Рязани, страны и мира. Что касательно мира, наверное, ни для кого не секрет, что главная тема уже на протяжении, уже, наверное, даже нескольких месяцев, это ситуация на Украине. Сегодня мы ее обсудим с человеком, который, что называется, внутри этого процесса, сенатор, член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день, Евгений. Итак, Крым вошел в состав России, практически единодушно проголосовали жители Крыма, подавляющее большинство. Что приобрела Россия вместе с территорией Крыма? Хорошо ли это или плохо для страны? Разное мнение высказывается, в том числе скептики говорят, что Крым дотационный регион потребует больших вложений, и в нынешних экономических условиях это может быть не совсем целесообразно. Мне представляется, что не все можно измерять деньгами, и мы об этом сейчас поговорим. Исторически Крым – это русская земля, это легендарная земля, которая полита кровью тысяч русских воинов. Теперь о том, что приобрела Россия. Ну, во-первых, Крым всегда был жемчужиной Российской империи с XIX века, когда там побывала Екатерина. Крым в советское время был всегда самодостаточным регионом, и он никогда не был дотационным. Дотационным его сделала украинская власть, и никто не был заинтересован в его развитии, потому что понимали там прорусские настроения, и из него выкачивали все, в том числе и газ, который на 90% покрывает бытовое потребление Украины всей за счет крымского газа. При этом ни одной гривны не приходило за этот газ по расчетам в бюджет Крыма. Вот он и стал дотационным. Что сейчас мы получили? Кроме того, что это зона рекреации, зона отдыха, что это мы получили выход на Черное море, но только в невероятно уникальную просто зону субтропиков. Крым еще и богат своими природными ресурсами. Мы говорим, что есть проблемы, есть проблемы, но то, что мы получаем вновь выход на свою обсерваторию, то, что остается наш Черноморский флот, который родился как русский флот на Черном море в Севастополе, это просто мы платили 100 миллионов долларов ежегодно. Это тоже остается в бюджете Российской Федерации. 65 километров пляжа, который не освоен. Вы можете себе представить, что мы ведь знаем Крым только по южному побережью, а большая часть еще не освоена. Пожалуйста, новый проект инвестиционный для частного бизнеса приходите и осваивайте. 265 солнечных дней, уже две солнечных станции, которые там стоят. Пожалуйста, все новые инновационные технологии по солнечным батареям, то есть по зеленой энергетике. Значит, северо-западный район ветреный, потому что фактически это степная зона. Ветер, который позволяет работать ветрякам в течение всего года. Опять же, зеленые технологии заводим и начинаем работать. Проблема с водой. Сегодня она поступает из Днепра. И вот то водохранилище, из которого подпитываются все города Крыма, оно зависит от Украины. Современные технологии позволяют опреснять, как в Саудовской Аравии, как в Эмиратах. Вообще воды нет. А питьевая завозится. Да, это бизнес, это то, что можно осваивать опять из природных ресурсов самого Крыма, что вообще не делала украинская власть. А мы к этому готовы приступить. Ну и, конечно, достаточно много новых, абсолютно неиспользованных водных, природных ресурсов. Все это в будущем, вот вложения, как сегодня оценивают 5 миллиардов, миллиард бюджетный и 4 миллиарда инвестиционных за счет частного бизнеса, могут просто дать невероятный экономический эффект уже в ближайшие 3-5 лет. Итоги референдума в Крыму были не признаны странами Евросоюза, Соединенными Штатами Америки. Звучала очень жесткая антироссийская риторика по этому поводу. Как специалист-международник, вот как вы оцениваете, как быть с этой риторикой? Поугаснет со временем, что называется? Или же России придется мириться с теми санкциями, которые уже введены против нее, и ожидать появления каких-то новых санкций? Видите ли, в чем дело? Президент России Владимир Путин сказал, что мы не обсуждаем вообще проблему Крыма. Для нас это совершенно очевидно, что мы находимся в международном правовом поле, и мы готовы обсуждать только проблемы Украины. Но нам не с кем разговаривать. С той стороны нелегитимное правительство, которое не отвечает ни за что из того, что уже продекларировано. Там разрушение безвизового режима, который наносит удар прежде всего по Украине, выход из СНГ. Опять это полное разрушение уже экономики, которая просто находится в самой нижней своей точке за последние 30 лет. Ну и так далее. То, что проведена резолюция Соединенными Штатами Украины, Германии и странами Прибалтики через Генеральную Ассамблею ООН, это было предсказуемо, но мы опять видим там поражение американцев. Фактически, если 10 лет назад они доминировали в любом решении, которое им надо провести через Генеральную Ассамблею, смотрите, всего 100 голосов. А что на другой стороне? 11 за Россию, 58 воздержавшихся, а это фактически против позиции Америки. И 24 не голосовало, 92 голоса, 100 против 92. Это означает, что американцы не доминируют сегодня при продвижении, при продавливании своих резолюций. Это означает, что половина стран сегодня за нас, но они не могут впрямую высказаться, потому что зависимы от американских программ, от американского доллара. И это нам сигнал о том, что надо со всеми работать, надо менять в экономике и в финансовой сфере зависимость от США, вводить свою платежную систему, избавляться от казначейских американских бумаг, переходить на другую резервную валюту вместе с Китаем и так далее. Скажите, вы лично санкции не боитесь? Почему спрашиваю? Потому что вообще известно, что ряд ваших коллег, членов Совета Федерации, попали под американские санкции. Речь идет о заморозке счетов, если они есть на территории Соединенных Штатов и стран Евросоюза, об аресте имущества. Вот вы лично как к всему этому относитесь? Вы знаете, у меня нет счетов недвижимости за рубежом. У меня все в Рязанской области, ну и в Москве, где я живу. Это во-первых. Во-вторых, я политик. Я занимаюсь международной политикой как сенатор комитета по международным делам. Я выполняю свою работу. И они не могут наложить на меня санкцию за мою политическую деятельность, за мою профессиональную деятельность. Тогда это как раз преследование по политическим мотивам. Мы выезжаем в среду в Италию. Мы будем выступать перед Сенатом и парламентом и продвигать нашу позицию вперед. Затем мы перелетаем в Германию. Там выступаем в Бундестаге. И с понедельника у нас начинаются пассы, парламентская ассамблея Совета Европы. Там будет тоже непросто. Конечно, наши противники будут размахивать этой резолюцией, будут спекулировать. Но нам не привыкать, потому что я только что вернулся из комитета по политическим вопросам и демократии Совета Европы. И мы там, я скажу, за день переломили ситуацию, заставив отказаться наших политических противников от резолюции по исключению нас из ПАСЭ. Я думаю, что и на пленарном заседании будет непростая ситуация. Но мы чувствуем свою правоту. У нас есть союзники. У нас есть партнеры, которые нас поддерживают. И мы будем идти продолжать конструктивно и последовательно осуществлять нашу внешнеполитическую линию. Что касается ситуации на Украине или в Украине, вот ваш прогноз, опять же, как профессионала международника, как политика, как там дальше все будет развиваться? Две части одной страны. Они совершенно разные, в том числе и по своему историческому корню. Одна всегда ориентированная на Россию, в которой проживают русские. И вторая часть такая же, но только ориентированная на Запад. И ориентированная на другую церковь. И ментальность совершенно иная. И корни все там. В Венгрии, в Словакии, в Польше. И соединить эти две части невозможно. И будет, вы правы абсолютно, будет точно так же. Опять полный раскол, но только при ряде новых факторов. Первое. Ну, во-первых, от Востока нет кандидата. Это означает, Восток будет голосовать против всех. Здесь появились два кандидата, достаточно мощных. Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Оба прозападника. Значит, они конкуренты между собой. Оба антироссийски настроенных. Значит, у них одна платформа. Это означает, что они поделят свой электорат пополам. Но нельзя выпускать из внимания Яроша, руководителя правого сектора. Он сегодня серьезнейшая, пусть и националистическая фигура, у которого есть все три главных компонента как кандидата в президенты. У него есть СМИ, которые он захватил за последнее время. У него есть разветвленная сеть его единомышленников, которые представляют партию «Свободу» и его боевого крыла правого сектора. Ну и последнее. Он взял под охрану всю избирательную систему, начиная от Центральной избирательной комиссии и заканчивая территориальными. Как только появятся участковые, они тоже будут под ним. И вот смотрите, наступают выборы, а у него все есть. А у них не все. И он держит под контролем выборы, сам процесс выборов и подсчет голосов. Вот в этой ситуации он не пойдет, потому что его Запад не примет. Но они будут, должны договариваться с ними, с правым сектором, с националистами. И в этой ситуации, кто договорится, тот и станет президентом. А не договорится, он придет и будет номинальным. Потому что он не сможет навести порядок, даже и Тимошенко при всей ее жесткости не может навести порядок. И главное, они не смогут убрать правый сектор, не зачистив его до основания. А загнав его в подполье, они получат постоянную террористическую волну, которая просто не даст Украине выходить из того коллапса, в котором она сейчас находится. Вот и вся ситуация перед выборами на Украине. И поэтому мне кажется, что ликвидация Саши Билова, музычка, это правильная начата кампания против правого сектора, но не в период выборов. То, что сейчас началось на Украине. Поэтому мы увидим эту разваливающуюся страну еще на длинный период времени. И вывести эту, опять же, многострадальную страну наш братский народ можно только за счет переговоров в Женеве, в Париже, в Германии, в Москве, где угодно. Но там должна обязательно присутствовать Россия, Евросоюз, ну и, может быть, американцы, поскольку они очень четко контролируют на сегодняшний день новую незаконно выбранную власть. Ну что ж, удачи вам на этих переговорах. Еще раз благодарю за то, что приехали к нам в студию в эфире программы «Подробности». Им был сенатор, член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов. Мы говорили о ситуации на Украине и теперь уже в российском Крыму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова